День добрый, друзья, с вами Димон. Сегодня новость несколько двоякая, вас чуть-чуть шокирует, может быть обрадует, я не знаю, к какой касте вы относитесь, но сейчас мы и разберемся. Дело в том, что, как вы знаете, у нас заканчивается к 8 мая марафон на китайскую арту, и тут улитка решила без паузы сразу того же числа, 8 мая, запустить следующий марафон авиационный. Конечно же, у людей разные ожидания, предположения, 4, 5, 6 ранг, скорее всего, будет, думали они. Но, тем не менее, улитка сегодня повесила анонс следующего авиационного приза, советского. И это не какие-то ранние реактивы, которые вы могли бы использовать в авиационных сражениях или добавить в сетап. Вот, здесь улитка решила порадовать вас поршневой авиацией, и призом будет Як-3, машина получается 3-го ранга. Но единственное исключение, чтобы вы не думали, что это клон, это именной Як-3 Еремина, легенда победы. Так будет называться событие, которое, видимо, еще привязано к 9 мая, и это точно марафонный приз, потому что я уже уточнил, не отдельное событие под 9 мая, такие дела, ребята. Як-3. Я знаю, что у нас есть в игре поклонники поршневой авиации, и кому-то такой приз зайдет. Я люблю поршневую авиацию, но в то же время, во-первых, это не уникальный агрегат, чтобы не писали, не поясняли, что это именная машина. Все то же самое, что и у Як-3 из Исследовательской ветки. Плюс этот премиумный самолет довольно низкоранговый. Третий ранг это не вау, сами понимаете. И, соответственно, выкачивать четвертый ранг им можно, машина сама по себе хорошая, вопросов нет. Но для марафона, вы уж извините, мне кажется, все-таки слабовато. Особенно вспоминая, какие классные призы были у танкистов. Тот же Объект 292-й, это прям пушка, причем в обоих смыслах. То есть могли бы найти хотя бы четвертый ранг премиумный какого-то самолета интересного и вести. Пускай даже не обязательно экспериментального. Некоторые уже смирились, что у нас идет атака клонов повсеместные и опустили руки. Кто-то еще борется, рассчитывает, что будут экспериментальные образцы. У Сэтов, кстати, их много. Но там уже есть вопросы к завершенности проекта, понятное дело. А многое уже ввели. Я, например, поглядывал в сторону Т-4, ударно-разведывательный бомбардировщик-ракетоносец Сухого. Возможно, немножко жирный приз, но он точно уникальнее выделяется на фоне всего остального. Да и ранг был бы достаточно приличный. Можно было бы даже немножко ограничить в вооружении, потому что он носил гиперзуковые противокорабельные ракеты, плюс еще различные бомбы. Оставить только бомбы, и, соответственно, машина могла бы из себя что-то представлять. Но, тем не менее, у нас Як-3. Ладно, хорошо, Як-3. Машина на самом деле эффективная, вопросов нет. Пускай и низкоранговая, даже если мы за нее возьмемся. Что же по условиям от разработчика? По идее, раз такой низкий ранг, этапов будет меньше, или же количество очков на этап потребуется куда скромнее. Но нет, цена на этап осталась прежней 35 тысяч, то есть в прошлых понижений ничего не поменялось, а вот этапы действительно уменьшились. Их количество не 7, а целых 6 штук. Представляете, минус 1 этап. Я считаю, маловато. Но, тем не менее, имеем, что имеем. В любом случае, эта машина упадет вам на аккаунт за 12 дней, которые будут выделены на следующий авиационный марафон. А теперь у меня есть пару предложений для разработчиков из собственных наблюдений. Конечно, хочется немножечко апгрейда и улучшения в этом отношении. Во-первых, предложить разработчику сделать расписание. Вот они сделали дорожную карту. У них есть определенный план введения тех или иных изменений механик в War Thunder. Это здорово, замечательно. Такая традиция появилась, как вы знаете, с лета прошлого года. И я считаю, что то же самое нужно сделать с марафонами, насколько это возможно. Раз уж улитка не стесняется вводить абсолютные клоны, ну, иногда именные, но клоны, так какая разница, узнает ли игрок об этом клоне за неделю до события или за два месяца до события. Тем более, новую модельку заказывать где-то делать не надо. То есть, все эти машины есть. Просто немножечко камуфляж изменить, и он якобы будет именным. Но важнее другое. Разработчик своевременно получит необходимый фидбэк касаемо тех или иных машин. А возможно, даже и предложение по улучшению предстоящих марафонов. Понятное дело, если это уникальный приз, какой-то экспериментальный, его нужно заказывать. Делать модельку, это может занять не один месяц. Но так совпало, что я знаком с одним из мододелов, который создает модельки самолетов на аутсорсе. И одна из таких вот уникальных машин из его работ. Это ОВИ-10А Бронко, о которой я делал как-то давно в видео. И вот подобные машины вводить можно было бы периодически, и она выглядела бы действительно выделяющейся на фоне всей остальной ветки. То есть, сам процесс это не заказ со стороны улиток, а сам человек находит уникальный самолет, который можно реализовать, и предлагает эту машину. Вот как было, по крайней мере, с Бронко. По поводу процесса я не буду ничего рассказывать, но суть в том, что, по крайней мере, идеи улиткам с уникальной техникой поступают, судя по данному примеру. Вопрос лишь в одобрении его принятия в игру. В то же время, разумеется, мне понятно то, что легко говорить с дивана, мол, сделать расписание как с дорожной картой только про марафоны, чтобы игроки сранее все знали и могли какой-то фидбэк предоставить и так далее. Ну, я не знаю, пацаны, если у вас идеи получше, предлагайте в комментариях, может, накидываете какие-то уникальные интересные машины, которые были не в бумаге, а реально существовали, и разработчик, возможно, все это воспримет. Или даже я сделаю видео по топ-5 или топ-10 уникальных машин для введения в War Thunder. По-другому я уже не знаю, что делать. Такие дела. Всем хорошего настроения, поддерживайте видео пальцем вверх, подписывайтесь на канал. Ну, в общем, все как обычно, парни. Всем хорошего настроения.